Римская цивилизация Рим не сражался с римлянами так долго, как германцы. Вражда этих двух народов в итоге решила судьбу Рима. К 113 году до н.э. Римская республика контролировала почти все побережье Средиземного моря. Слава о военной мощи Рима гремела на весь Древний мир. И именно в это время на границе появился новый, пока еще совершенно неизвестный враг. Между 120 и 115 годом до н.э. Ютландский полуостров был или перенаселен, или туда пришли сильные холода. По одной из этих причин, протогерманское племя кимбров покинуло свои дома и начало свой путь на юг. По дороге к ним присоединилось племя Тевтонов и Амбронов. Три объединенных племени силой порядка 200 тысяч воинов отправились на поиски нового дома. Долгое время горные хребты Альп служили естественной границей, которая защищала римлян от северных кочевников. Но в 113 году до н.э. кимбры, тевтоны и амброны вторглись на территорию Норикума, современная Австрия. На самом деле Норикум – это была не территория Римской Республики, но это были ближайшие союзники Рима. Жители Норикума имели тесные торговые связи с богатым и могущественным южным соседом. Они добывали руду, серебро, золото и, главное, добывали соль, которая была так нужна Риму. Норикум был территорией фермеров и ремесленников. М鐘, рынard! М again! Мonic-ло! М Sentinel-б programme с В anak-патせем с модернизмом! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Жители Норикома не могли противостоять ордам дикарей и начали умолять Рим помочь им. Римские сенаторы осознали угрозу. Особенно их испугало то, что варвары пришли с женщинами и детьми, а значит, они искали место для поселения. Такие соседи римлянам были не нужны, и было принято решение их прогнать. Римская республика управлялась сенатом, во главе которого находилось два избираемых консула. Одного из них звали Карбон. Он решил возглавить армию и отправился на север с 30 тысячами легионеров. Карбон жаждал этой войны. Консулы избирались на один год, и у него оставалось мало времени, чтобы достичь богатства и славы. Ему нужна была эта победа, чтобы увековечить свое имя в истории. Субтитры создавал DimaTorzok Когда дикие племена германцев увидели римских солдат в доспехах, они сразу решили отступить. Впервые варвары видели цивилизацию такого уровня, такую армию, слухи о которой доходили и к ним на север. Лидеры племен отправили к Карбону послов и пообещали римлянам, что они сейчас же покинут территорию Норикума и больше никогда сюда не вернутся. Карбон согласился. Однако, как только послы ушли, он приказал убить их и сделать засаду для основной части варваров. Римскому консулу мало было просто прогнать чужеземцев. Ему нужно было уничтожить их в бою, чтобы получить славу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Внезапно напасть не получилось. Германцы узнали о предательстве римлян и об убийстве своих послов. Теперь они отказались уходить и поклялись утопить римлян в крови. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Во время сражения разразилась сильнейшая гроза с ливнем, которая остановила бойню и спасла римлян от полного уничтожения. Однако из 30 тысяч легионеров 24 тысячи были убиты. Жалкие остатки армии бежали. Карбон был обесчестен и с позором лишен титула консула. Позже Карбон не вынес позора и покончил жизнь самоубийством. Начиная с первого сражения Кимрской войны, вражда между римлянами и германскими племенами продолжалась почти 700 лет. Война с варварами сильно повлияла на Древний Рим и на римскую армию. Первая встреча с германцами была началом конца Римской республики. С этой битвы началось зарождение Римской империи. Римской империи